меняет людей. В лучшую сторону или в худшую? Смотря на что считать лучшим и худшим, если считать, сейчас я сформирую, если считать лучшую сторону, это когда ты придерживаешься какого-то закона, посты вот эти, что-то, короче, ну, пытаешься как-то улучшить жизнь себя и других, либо лучше для тебя является какое-то достижение своих личных целей, как бы, и нарушение закона в это ход, и все остальное. То есть, смотря на кого что лучше. Ну, а для вас лично? С точки зрения выживания, по мне, так лучше всего быть, ну, как бы, наглым и в какой-то степени, как бы, ну, что я тебе хочу сказать, типа, вот, как бы, ну, точно не духовным. С точки зрения выживания, то есть, закон джунглей, каждый сам за себя, звериный, звериный закон, да, как в фильме Мангл. В этом мире, как бы, надо, типа, дружить с обществом, дружить с людьми, как бы, ради заработка денег, и ради того, чтобы повышать свое настроение, по сути, вот, я считаю, так. Ну, а духовная литература, Библия, она этому учит, или другому вы читали, или нет, сейчас вы говорите, посты, посты, вот, сейчас пост православный идет, для чего люди постятся, хотят измениться к лучшему, вот, и вы сейчас перед этим сказали, что, ну, что такое хорошо, что такое плохо, вот, вы говорите, что жить для себя, это хорошо. Зарабатывать, обманывать, как бы, выжить надо, за счет других, там, а духовные люди говорят, нет, нужно отречься самого я, своего я, жить для других, тогда выживешь. Ибо, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, так учит Библия. Ну, я в этом, в этом случае, я отвечу, как и всегда, отвечая на подобные вопросы, каждый человек выбирает свой путь. Ну, я вот лично не хочу никому зла, то есть, не хочу совершить зла, но я не собираюсь, как бы, ну, соблюдать посты и так далее. Хорошо. То есть, у меня нет такого, знаешь, как бы, вот, знаете, такого, само жертвование, что ли, отдавать какую-то духовную свою часть, там, не знаю, Иисусу, там, да, вот, например, если верить в этого Бога, как бы, у меня нет такого, знаете, типа, вот, как вот, такого всего-то. То есть, по мне, так, я вижу, например, у человека какая-то проблема, я могу ему помочь. Я знаю, что я сделаю ему приятно, для меня, как бы, нет чего-то такого духовного, заеченская ящика. Понятно. А есть среди вас такие люди, ради которых вы готовы, ну, жертвовать своим временем, своими деньгами, свои... Да. Есть. А много их? Ну, грубо говоря, на пальцах можно считать. Наверное, я думаю, раз, два, три... Ну, по собственному желанию, три человека. Три человека. Вот, а если так случится, готовы ли вы отдать за них свою жизнь? Хотелось бы, конечно, верить в это, но я думаю, что... Вряд ли, да. Я бы пытался как-то изменить ситуацию, то есть, как бы, нет же безвыходной ситуации, по крайней мере... То есть, ситуация... Я знаю, это слишком сложный вопрос. А есть ли среди ваших близких, родных, которые бы, ну, вы так думали, что могли бы отдать свою жизнь за вас? Я не думаю, что это благоразумие. Ну, как, спасти жизнь другого человека или в жизни множество людей, отдав свою... Не, ну, если говорить о множестве людей... Это сложный очень вопрос. Вот этот сложный вопрос, он разъясняется как раз в Библии. И центральный стих Библии, он звучит так. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Речь идет об Иисусе Христе. То есть, христианское учение учит, что Иисус Христос пострадал на кресте за нас. То есть, мы должны по грехам нашим, по нашим злым делам, Богом быть уничтожены за то, что согрешили, нарушили Его закон. И Господь Сам по милости, оказывая Свою любовь, вот эту жертвенную, о которой вы говорили, то есть, Вы говорите это неблагоразумно, а вот, да, Христос... Оно и в Библии говорится, что проповедь о кресте для погибающих, которые вот, ну, духовно не живут, которые злые дела творят. Юродство есть, то есть, они это считают безумием. А я считаю это вот истинным благородным поступком. Умереть за других. Я знаю людей, которые бы... Я бы хотел быть мучеником за Христа. И в Деяниях мы читаем об этом. Стефана побили камнями. Вот в этом случае я поддерживаюсь такого более другого мнения. Потому что, как бы, я вот читаю, читая смысл сбился и кричать. Ах... Продолжение следует...